кто в гости пришел алексей рад божий москва отец и гнатий вот с вами друзья я тут много там читаю смотрю как вы там поднимаете нашу российскую глубинку наше православие вот тоже деревне переехал от москвы всего-навсего 200 километров от кольцевой рязанской область полная пустота поля проросли деревне прописано два человека всего из большой деревни где раньше был большой самхоз ну полость развала власть у нас коврец антинародные жидовские что тут говорить я хочу хотел просить вот этот читал книг мне тут цель библиотека я вот у нас там храм один богатенький построил в деревне ну раньше был храм в селе но его через 7 году сожгли саламольцы сожгли его и потихоньку как раз ушла боже богат и село это разорилось прекратило мы сейчас храм построили летом уже приезжает до 5 до 15 семей уже летом из москвы из рязани уже живут там уже так постоянно но не прописаны 5-6 семей даже зимой газ провели нам туда боже помощью вот то один товарищ такой влиятельный там попался как-то там дом строит я вот тоже хочу там там дома он построил странный странный премьер дом я туда бледенку то отдам чё я буду меня тут за сужение перечисать сколько книг у них православных назад маленько голову сделать а то у вас низко голова ушла вот так вот так вот так получится я хочу спросить вот я тут что книгу прошла украшенинникова это отрок который живет чебаркули жил в чебаркули которым господь бог на землю его привел чтобы он нам показал как правильно жить но он скончался ему было десять лет слава крошенинников про такого слышали не слышал про него конечно слышал да вот я читаю его предсказание его как вот людей лечил то есть просто это такой не бывает такой вот как вы считаете ваше мнение вы как если бы вы на форум зашли есть вы зарядите в гугле форум игнатий лапкин три слова по-русски напишите и там зарядите слово крошенинников вячеслав это бы что рассказывать я все рассказываю вот так и как уговорить если вы на нашем ю тубе бываете на канале у меня участвует что вот пока нет я пока вот начинаю вот эту его осваивать это ты на пенсии пошел на пенсии 3 года как на пенсии вот сейчас деревне живу там это плохо работает плохая связь там у нас телефонные мобильные как вам сказать то вот ну я буду так русская священноначалья патриархия смотрят на все это как лживая попытка канонизировать человека который никакой роли не играет спасение абсолютно отвергает его православная церковь так так то есть он ничего нового не мог сказать у него где-то кино смотрел что-то он верит что под землей динозавры что они выйдут по полу это лимонок и на нем теперь играют там землю с могилы тащат допьют это православное мракобесие самое настоящее никакой роли он не играет абсолютно ничего там нету обман вы хотите узнать больше читайте святую библию считайте толкование святых отцов православной церкви в этом все сказано хорошо я вот устал заниматься вот есть такой генерал петров слышали такой язычник константинович да да вот его помогли он очень грамотного управления внезапно умер как левашов николай как и лютина но не одинаково все эти люди язычники а нам их до них и говорить нечего они просто смеялись над людьми как есть такой фильм 12 называется 12 никиты михалков он готов все это еврейские штучки евреев ненавидят их клей клеймят они решили на этом сыграть на ненависти это умная нация она знает куда повернуть оглобли людям то но они смотрят а ты молись за евреев благословляя не проклинаем а говорить о петрове но чего о нем говорить то ну был генерал был генерал это послушай что он говорил а теперь как левашова небесная энергия поразила его ну тогда по-другому скажи бог убил его и будет понятно понятно это колдун и язычество мысли бывало самолет забивал мысль вообще это чушь какая-то левашова вообще нам они говорить не надо да время терять только я вот единственное что я вот вчера просто до двух ночи там ну во первых в храм вот сходил как положено вчера прочитал молитву значит самое значит и вот я вчера сидел в интернете и нашел вот ну я об этом рассказал кто взорвал дома москве благодонске и в рязани теракт остановили вот это милиция случайно а делали делали вот интересно и вот меня почему заинтересовал этот мальчик мальчик вот этот самый мальчик сказал вот этот вячеслав что будут дома взорвать а кто мать прошивает своих взорвать свои это написано позже сегодня уже доказано после того как эти большие дома в америке пали после этого люди приписывают а мать там главную роль ты играет раскрутку еще одна церковь православная категорически не принимает и считает все не только это псевдо православное а псевдо святые я с самого начала когда тогда еще он был живой говорил ничего там нету это и детская игра ну хорошо а вот я тут как-то хожу на выставки православные я вот объездил примерно 70 монастырей храмов по всей почти ну по нашей центральной России Украины Белоруссии ну Крыму правда не было и вот я значит стал интересоваться вот как что чего где вот по этим самым делам и много вот я стал узнавать вот и вот когда этот нашел такую кассету на выставке аудиокассет называется Полина Слепенко-Рязанская и так оказалось что мы там недалеко от нее у вас свет светит минуточку Алексей у вас свет уменьшите вы желтый просто вот так вот так пусть так вот так какой-то красный что-то ненормальный свет у вас у него наверное глазок такой слабенький о вот так вот сядьте посмотрю на вас вот так легче не наклоняйтесь прямо сядьте вот так вот все говорите пожалуйста вот Полина Рязанская слепенькая значит ее пока не канонизировали ее но нам много вот я разговаривал все крестник он еще живой ему ну около 80 лет он еще живой в Рязани живет ее не канонизировали еще но нам много вот предсказала война там ну вот я смотрю вот эти вот ее вещи вы про это слышали Рязанская Полина Рязанская слепая? да не только они все какие появляются и исчезают как мошкара я обо всех их читал нам зачем это нужно когда Евангелие написано Христос говорит и будут слухи о войнах но не ужасайтесь этому этому надлежит быть вот и все толкование откровения нам дано святыми отцами вот какие-то Пелагеи Вячеславу зачем вам нужно серьезный мужик православный то ну зачем тебе по помойкам то ходить то ты сядь за стол 12 томов Иоанна Златоуста вы наш сайт зайдите на наш сайт запишите сайт во свете библии запишите сайт по-русски прямо в гугл или в яндекс зарядите сайт во свете библии открытым оком Игнатий Лапкин вы найдете с правой стороны 55 папок я отвечаю на 4124 вопроса отдельно там что тебя интересует искусство работа святость церковь евреи мусульмане только ткнешь там одни вопросы в любой вопрос ткнул сразу выходит ответ вам там вот хватит это всю жизнь и вам детям и у меня там насчитано 12 томов златоуста моим голосом библия жития святых нам православным то зачем лазить то где не надо то зачем вот с миссией прошли от востока до лиссабона у меня вышло 38 книг из печати я в каждой библиотеку дарю есть что сказать людям то зачем нам идти к там где все во тьме находится церковь не но наканонизировала ладно ксении петербургской тоже забыли матрону московскую канонизировали забыли следующий надо царя канонизировали все давай царя царя канонизировали ничего не меняется за зачем решать вы у вас библия есть украинского пишите 1 коринфянам 1 кор 1 кор 4 2 . 5 не судите никак прежде это 4 2 5 стих не судите никак прежде времени доколе не придет господь и не осветит сокрытая во мраке и тогда каждым будет похвала пока христос не пришел это второе пришествие не судите не онафиме не придавайте и не прославляйте вы смотрите по делам по евангелии сходится вот это нам пример а где это известно евреям 13 глава 7 стих вот кого надо в сознании канонизировать так павел подражайте мне как я христу эти люди совершенно не как будто никогда евангелие в руках не держали проставляете мария египетская мария магдалину вообще как будто не видят а мария магдалина была апостол для апостолов это настоящее верующие я в этом году вот мне продается здоровье 68 лет здоровье так что то глаз то нога заболела но я вот сподобился и съездить в арсалим на пасху да и попал туда вот попал и видел вот и так получилось что где я стоял с этой стороны огонь и без пошел с моей стороны около гроба господни вообще чудо было могу вам посмотрите как огонь сходит тебе с той стороны где я стоял как он начинается но вы зайдете на мой форум и там зарядите благодатный огонь и вы там увидите я сам вы послушайте пока а вот мы ищем чудеса господь горит не гоняйтесь господь предупредил не гоняйтесь это не надо нам совсем и вот иконы мира тащат вы знаете и было со мной комиссия от патриархии во главе и этом экономца было павел флоренский это он директор академии геолого-разведочные в москве и там много священники биологи историки и говорят не темная ли сила не сатана ли над нами издевается и чудеса показывает а мы голову ломаем здесь то есть эти чудеса какие сегодня приписывает богу и все до одного может делать сатана это говорит комиссия от патриарха специально назначена архимандриты комиссия закончил работу биологи все это исследовали и увидели это вполне может все делать перца чертовщина идет вам это зачем надо-то и ну гроб господи на пасху сделать и на гробе и на кресте он где угодно сатана может сделать или вот например река иордан на крещение 19 ныря в 5 течет один день как это да не как ничего нету это обман этого не как это разговор только сколько люди туда вот я не понимаю если вы начали искать чудесами вы кончите ничем вы ищите познать волю божию два вопроса надо решить рожден ли ты свыше рожденный свыше он не гоняется где попало то он прямо ко христу идет и дальше быть вадимом духом святым о чем серафим саровский сказал вот это православие то а это любой наш разговор послушать скажет мужик то совсем никакой ты православный зачем бороду бреешь один вопрос посмотри на икону ты на кого ты похож на на котором ситом и седая видите как то есть бог дал такая седая но седая это значит старая но теперь вы другие болячки то уберите не можете убрать а тут бритва есть теперь скобишь все держи сломай выбросил вы на наш зайдите сайт посмотрите какие у нас ребята в армии вы с высшим образованием в прокуратуре работает все с бородами до одного мы безбородово храм не запустим он оскверняет все давид даже иерусалим не запустил когда полбороды остригли библия святая нам говорит вы если зайдете ко мне и там на сайте вверху две книги раскрытые повторяю вы только зайдите там написано к истинному православию и там ткнете только оглавление пойдет и найдите обрадобритие все что может там все есть о правильном крещении а табакокурение все абсолютно от начала до конца что говорили святые отцы об этих грехах если ты православный да тебе куда-то ходить не надо это сатана гоняет людей ты займись тем что требуется своей душой благовестием работайте здесь вам 68 а мне 75 маленько постарше так мою биографию взять там 10 биографий заложить тюрьмы лагеря я политзаключенный за слово божие за проповедь я ни одной таблетки еще не съел больше поклонов больше молись благодари бога никогда не ругай ни правителя ни путина ни порошинку ты за собой смотри нам дано право молиться а не проклинать и вот начинают там политические идеи какие-то собираются то там правый сектор здесь левый нам нужно одно знать справа будут праведники а слева будут грешники мы так и молимся господи иисусе христе сыне божий помилуй меня греши чтобы на левой стороне не оказаться все понятно вы эти все басни бросите мне даже слушать это неприятно спасибо большое заигнать спасибо вы верьте чисто это православие православие это всеобъемлющее у нас каноны у нас церковь у нас жития святых у нас труды святых отцов толкование вот я по милости божьей выписал трехтомник нового завета полное толкование по святым отцам блаженна фипелакта от матфея вместе с откровением эти книги я дарил библиотеке эти книги совет библиотеки путина путина в парламентской библиотеки в ленина вот там все любой стих только открыл и полное толкование вот как так по это по делу это господь так делает они не хотят делать только делом вы должны начинать делать работать конечно вот у меня возмущает что у нас в стране жидовской игры но она достал уже жидовская но хорошо вы сказали дальше что бей жидов спасая россию написано ты хочешь быть благословенным никогда не проклинает иудейское племя это потомки авраама благословляющие благословлен будет у вас из деревни ничем не получится если вы будете проклинать евреев ничего не будет бог разрушит до основания вот что вы сказали они разрушили россию царя расстреляли я ничего не опровергаю я говорю только нам дана заповедь не проклинать а благословлять а что означает ну ко мне приехал еврей еврей где просто на ум израильевич еврея ко мне на дом привезли он полтора часа побыл стал православным а сейчас священник батюшка один из самых лучших священников как я знаю вот это разговор а то руками машу до кгб партия там это плохо но вот ко мне господь привел сотрудника гб он обратился сейчас священником надо работать а это проще всего проклинать да бей да и последнее повышение поднимите еще повыше вы опять ушли вниз отсюда при анжели ванной день ничего не делаю место и тот связь такая нет 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 у вас дернулась она прям на глазах дернулась и куда-то вы ушли туда глазок видимо там наоборот повыше вот так когда все глазок сделано в этом я слушаю вас говорите вопрос значит самый я тут в интернете значит попала такой сайта такой вот эту информацию что якобы не царь наш операторы не его дочь и не были расстреляны доказательства якобы царь жил в серпахове даже к нему стали ездили на консультацию а этих его жену и дочерей немецкий самый казино взял как они подали германии да не надо пасы собирать они были расстреляны а церковь анонизировала их как мучеников это расстреляно а вот почему-то наша патриархия не приняла этого не признала она останки не приняла останки останки не доказано было что там генетически это борис николаевич ельцин хотел провернуть а церковь на это не пошла черепа когда они долбили прикладом и все разбивали когда они привезли туда не знаю 40 кажется литров серной кислоты какие там черепа ну легко понять и церковь православная не пошла на эту подделку вот и все что расстреляны это абсолютно точно на сто процентов потому что юровский об этом пишет неполадки в интернете неполадки в интернете но я еще могу сказать что-то на меня идут такие люди с предрассудками даже говорит то ведь не о чем ну все я думаю он больше может и не выйти видишь если бы у него была библия то другое вот я вижу выступаю там поздно владимир сказал несчастье россии что православная вера да как это можно сказать но он сказал сказал те же слова что говорит невзоров александр глебович но вы-то обдумайте эти слова то нет начинает говорить да а что в португалии там лучше было да разве это пример лучше скажите что евангелие было спрятано я не говорю что именно вот вера православная я считаю веру православную поистине от бога но проповедует не проповедовали вот весь результат и куда все завело говорят они по теме необходимо людям конкретно показать ошибка в чем они не знают куда это слово представить православное поздно говорит один смысл вкладывает а вот и на это засыпитесь и скажите да в самом деле православие не проповедовала евангелие и отсюда пошли все беды мы понимали раз не проповедовал то виновата и православие довели до гибели царя также сам византии погибло такое крушение на мощах сидите но они выразились четко и ясно это нет сразу не такой позор не такой невзоров ну не такой но он сказал слова которые можно обдумать из них извлечь пользу только только положительного чтобы хвалили их и все явно дело что от цика партии нахватались этого а там где нет вникновения в самого себя там гниение идет обличительного слова нету а слово божие для наставления для научения вот он может больше не выйти видишь долго не может отец геннадий я тут связь привалась в каком городе живете москва ну такая связь у нас а как у вас фамилия москва вот фамилия ваша маты цель на лексик маты цель маты цель маты цель алексей сергей я вас друзья там я понятно у вас две буквы и да и после цель и маты цель после цель и буквально моты цель маты цель хорошо говорите я спасибо за вот консультацию спасибо большое я тут сейчас нашел уже в библию все это дело нашел перепослать калифера нашел но если вопросы будут какие я могу обратиться один раз в месяц если вопрос один раз в месяц в это время 1 потому что видите я сейчас позвонили а я в это время разговаривал с америкой я сразу им прервал связь говорю у меня человек идет у меня постоянно люди приходят спасибо да я понял спасибо большое многим омлет а храни вас бог во славу божию спасибо держите святой православие от веры